Алло хатаравичи, с вами Суперген и сегодня я решил показать неожиданно, прям вот действительно неожиданно, как у меня получилось пройти игру Шерлок Холмс против Арсена Люпена за 5 минут. Сами боги спидран.ком назначили меня модератором данной игры по спидранам. Я решил повеселиться с необычным гост режимом в Шерлоке Холмсе. В чем заключается смысл гост режима? Заходишь в файл игры и меняешь высоту шага Шерлока на несколько пунктов. То есть, допустим, у тебя есть поребрик, из-за того, что в файлах игры ты поднял чуть-чуть шаг, он заходит на поребрик этот. Если ты, допустим, идешь, ты собрался на поребрик, ты уже гениальный 700 ICQ человек, тут коробка, ты к нему подходишь, высота шага Шерлока, допустим, 3 сантиметра, да, ну, спортсмен, 3 шага. И все, он долбится в этот шар, он бьет в этот ящик, долбится башкой, а пройти не может, говорит, что, как, какого хрена? Если ты берешь и выставляешь высоту шага выше, чем этот ящик, то Шерлок, как бы моделька его, подойдет к этому ящику. Программа игры прочитает тоже, а, скотына, он там может переступить этот ящик, и ты берешь и переступаешь его. В этом заключается смысл вот этого гост-мода в Шерлоке Холмсе. И поэтому я решил поделать приколы, попроходить эту игру очень быстро, сделать фановый режим на спидран.ком с вот этим вот прохождением, быстрым прохождением данной игры. И у меня проходилась эта игра минут за 30 примерно. Ну, я выражаю благодарность человеку по имени Иван Чинченко, я надеюсь, что я произнес фамилию твою правильно, если что, не кидай в меня камни, я очень старался. Он рассказал мне одну фишку, с помощью которой можно пройти эту игру за 5 минут. Я тебе серьезно отвечаю, игру можно пройти за 5 минут. 30 минут, где я с трудами, с потом, с кровью, с изменением во время игры, высоты шага, потому что твариный Шерлок не может пройти в какой-то момент сквозь дверь, потому что он бьется башкой о потолок и не может пройти сквозь эту дверь. Это смысл этой игры, то есть ты изначально выходишь из этой двери спокойно, без каких-либо приколов, а зайти обратно в эту дверь ты не можешь, потому что там уже стоит вот эта вот штука, и разработчикам был абсолютно похрен на это. Из-за одной фишки можно пройти игру за 5 минут, и я сейчас покажу тебе, как это сделать за 5 минут. Я не буду показывать видос, где я прям пробежался за 4 минуты и сколько-то там секунд, я сразу покажу, как действовать, если ты вдруг неожиданно решишь такое. Сидишь ты, блин, у меня есть 5 свободных минут, возьму и обыграю этого спидранера, понимаете, в стране заводы стоят, а ты занимаешься, у него какой-то непонятный. Обгоню тебя, чтобы ты сидел, плакал, и после этого ушел с ютуба и пошел работать на завод, скоты напаганная, вот именно вот так. То есть это не просто госмод, что ты взял, вылетел в окошко, пролетел туда и быстренько прошел игру, не в этом фишка. Смотри, я открываю дверь, а я открыть не могу, потому что письмо надо открыть, я, ну я не шарю в этой игре всего лишь спидране, ее 15 тысячный раз. В чем заключается прикол? С самого начала ты запускаешься на новую игру, игра начинается с того, что тебе присылают письмо, там Арсен Люпен говорит, скотына, начинаю с тобой игру, я умный, ты тормоз, я украду все твои товары в Англии, самые важные английские товары и уеду, и ты мне ничего не сделаешь, даже если я тебе буду подсказки оставить, потому что ты тупой. Короче, я вернулся, не знаю, та ли картинка, которая была и до этого, я, может, даже задний фон не буду вырезать, чтобы не было мне впадло, начинается с этого игра, после чего ты играешь сейчас за Ватсона, то есть я вот покажу, вот ты играешь сейчас за Ватсона, тебе нужно пойти в библиотеку к Барнсу или в книжный магазин Барнса, чтобы взять книгу, которую тебе попросил Шерлок Омс. Нормальные пацаны, короче, что делают, они заходят в дверь, открывают дверь, идут в этот, в библиотеку, а ты выйти не можешь, потому что Ватсон бьется башкой об дверь, то есть со стороны, вот он стоит в двери, и тебе мама говорит, пойди в магазин или вынеси мусор, и ты, все, интроверсия не дает тебе выйти из твоей хаты, но разработчикам на некоторых местах было абсолютно похрен, некоторые стены, из них можно абсолютно спокойно выйти. Если ты прогрессивный Ватсон, английский, будущее, хай-тек Ватсон, 200 ICQ, ты что берешь, нахрена мне в дверь, к которой я не могу войти, сразу лучше выйти в окно, и ты берешь, нацеливаешься, тут в принципе, если ты криворукий спидранер, можно спокойно нацелиться на точку, которая тебе нравится, то есть вот примерно в вот этой вот области ты нацеливаешься на любую точку, которая тебе понравилась. В чем заключается фишка? Когда ты начинаешь бежать в эту точку, ты берешь хоренак, вылетаешь в окно, в этом и смысл, ты вылетаешь сюда, чтобы зафиксировать вот эту точку на карте, чтобы ты потом нацелившку мог нажать, и вот у тебя был маркер на карте, он нам потом пригодится. Ты родился в Англии, тебе повезло, влетаешь сюда, в хату, к вот этому вот парню, они уже здесь заранее поставлены, и в этом заключается фишка, как пройти игру за 5 минут, они уже заранее выставлены в Шерлоке Холмсе, там это дальше будет завязано на миссии, где нам нужно будет идти искать черепаху, наркотики, деньги женщин. Это потом, следующая миссия, нам она пока не нужна, мы выходим из бара, скотыно, я хочу выйти из бара, спасибо, я вышел, да, вот тут как бы женщина, которому мы должны будем дать наркоту, но она сейчас нам тоже не в это, абсолютно не нужна, мы выходим через вот эту вот дверь, не склик, сори, выходим вот сюда, вот сюда не выходи, потому что ты выпадешь, то есть если ты берешь и бежишь вот так, то ты в принципе можешь войти вот здесь, то есть через эту дверь надо выбегать, если ты пойдешь вот сюда, то ты просто вывалишься за карту, и это очень обидно, я чуть не вывалился сейчас, да, про спидрат рассказываю, сам чуть не упал, ты забегаешь сюда, вот там находится лавка Барнса, ты берешь там книгу для того, чтобы начать игру и начать веселье Шерлока Холмса, но, если я повторяю еще раз, ты 200 ICQ, этот, Ватсон, ты залетаешь сразу вот сюда, здесь нужно будет найти рюмки, на которой, вор, убийца, наркоман, проклятый, вот он как раз вот здесь уже стоит, чилит, ждет тебя заранее в игре, ты берешь вот эту бумажку, тебе, это одна из разгадок тайны, Говорит Шерлок, то есть, когда ты берешь, вот, мы все еще играем Ватсоном, у меня за... У меня зависла игра, потому что и вылетела, обожаю эту игру Здорово! У меня вылетела игра Короче, задово сейчас добегу до того места, нельзя было там нажимать на контрол, потому что там мы играем за Ватсона в этот момент Игра поняла то, что там как бы Ватсона не Шерлока, такая, а че? Ты мэтт, бро? Быстрее сейчас, как это нужно делать, все, маркер здесь и бежим вот так Мне как раз вот эту вот фишку рассказал Иван, спасибо ему за это огромное Забегаем вот сюда И берем вот эту бумажку Здесь нам говорит как бы Шерлок, то что типа Бумажка? Вау, приколы Дальше подбираем вот эту вот птичью клетку Осторожно! И вот выбираем вот этот мешок Возвращаемся на байкер Хочу сразу тебе сказать, что у меня даже в спидране так было Когда ты нажимаешь на левую кнопку мыши, чтобы интерактировать с какой-то вещью в данной игре То Шерлок делает вот так вот шаг вперед То есть это я на мышку сейчас пробежался, он делает шаг вперед И когда... Да я понял, совли рот Разработчики решили то, что ну ты ж на этот мешок забраться не сможешь, ты ж не 200 ICQ Ватсон А мы 200 ICQ Ватсон Поэтому когда ты берешь, нажимаешь на кнопку вперед, ты можешь нахрен вывалиться Сделать это вот так Ты нажимаешь на вот эту вот штуку И проваливаешься Вот для этого нам нужен маркер И вот мы типа тпшимся туда после этого Мы уже здесь, мы уже как бы у хаты, неожиданно Ватсон, который Шерлок, который снова Ватсон Возвращается обратно, без книги, к Шерлоку Что? Какой прикол, дебил? Вот, взять книгу у Барнса Как нам попасть в хату? Тем же самым способом То есть изначально мы заходим вот сюда Не в дверь, а в бок двери Попадаем вот сюда Нормальный человек подумает Ну вот, все, прошли сквозь дверь Можно забраться вот сюда вот И зайти Все, мы уже в хате Понимаете, можно уже кайфовать, чилить Не все так просто Потому что вот эта поганая дверь Мы ее открываем Но зайти-то мы в нее не можем Потому что все Мы стоим вот так вот И смотрим в дверь Мы войти-то в нее не можем Что мы делаем? Мы берем Подходим вот сюда В окошечко Целимся вот эту вот точку Вот эту вот точку Бежим Падаем вот сюда И заходим налево И вот мы находимся в хате уже Как это сделать быстро? Я сам охренел Как я так смог сделать однажды? Мы заходим в бок двери Поднимаемся чуть-чуть наверх Заходим в эту же точку Бежим прямо Падаем вправо Двигаемся налево Мы уже в хате Выбираем вот эти вот палки Дерьминые Чтобы сразу Можно было нажать на стол Мы Напоминаю тебе Играем за Ватсона До сих пор играем за Ватсона Подходим в эту вот точку В этот триггер Запускается катсцена И мы Холмс в образе алкаша Пам-пам Неожиданно Ватсон опять куда-то уходит И Ватсон такой Какие же секреты в этих палках? Сто процентов Если ты проходишь эту игру в первый раз Ты нихрена не поймешь Что делать в этом месте? Один из триггеров Которые нам нужно использовать Чтобы попасть в Букингемский дворец Потому что по-другому Ты не попадешь в этот дворец Либо я не знаю Как попасть в этот дворец Что я тебе хочу сказать В качестве помощи В начальной Изначально собираешь Вот этот вот низ То есть одна палка здесь 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 Ставишь одну боковинку И дальше легко оно собирается То есть ты ставишь Вот эту вот хрень Вот сюда Вот эту вот хрень Вот сюда можешь поставить Абсолютно похрен Как говорится Вот эту вот штуку Ты можешь поставить вот так Вот так Пожалуйста выбирайся Боковушечку Вот так И вот так И все остальное Собирается уже В легкую Потому что ты уже ошибиться Не сможешь в этом месте это нереально. Какой бы сообразительный чувак или чувиха ты бы не был или не была, вот эта вот уже хрень собирается по-любому. То есть ты собираешь каркас, у тебя остаются стальные палки и ты их впихуеваешь, как тебе нравится абсолютно, вообще по барабану. Естественно, собрать это нужно как можно быстрее. Собираешь клетку. Возвращается Ватсон, такой говорит, ага, ему такой говорит, как бы, Виктория. Ага, прикол, все, едем в Букингемский дворец. Букингемский дворец, хренак. Это уже большая половина игры. С самого начала, когда я пытался пройти эту игру очень быстро, я доходил до этого момента. Я первый раз вдолбился в эту дверь и не смог ее пройти. Я думаю, блин, как попасть мне в Букингемский дворец? Вот там уже как бы триггер, чтобы спускаться в подземелье. Там блядский Ватсон. В этом месте челит королева Виктория. Как мне попасть туда, чтобы ее с самого начала поцеловал Люпен? Он ради этого приехал в Англию. Это одна из вещей, которые хотел украсть Люпен. Это невинность королевы Виктории. Он приехал сюда в часах, подарил ей воздушный поцелуй в губы прямо. Это один из как бы мачо поцелуев. Ушел в подземелье. Теперь мы, Шерлок Холмс. Тут 800 миллиардов загадок, которые нам нужно рассекретить и угадать. Но нам похрен. Мы спидраним. Вот что я делал? Я заходил в эту колонну. Шел вот так, аккуратно, чтобы не вывалиться. Шел вот так, в уголок. Подлетал наверх и спускался вниз. Что я делал? Но потом, каким-то магическим макаром, у меня получилось просто пройти сквозь дверь. Какого хрена я не прошел сквозь нее первый раз, я не знаю. Вот здесь нужно бежать аккуратно. Потому что вот эта вот кровать, ее не существует. Потому что королева Виктория не спит и она... Пришли забирать ее невинность, поэтому кровать ей нахрен не всралась. Поэтому ее не существует здесь. Там просто дыра. Мы просто залетаем сюда, нажимаем на свечу королевы Виктории и заходим в подвал. Все. Это вся локация. Дальше мы залетаем в подвал с приколами. Если ты просто побежишь прямо сквозь эту дверь, запустится триггер. Нам это не нужно. Триггер длится одну секунду. Это что за украдание моего времени? Ты что, издеваешься что ли? Просто пробегаем вот так. Триггер не работает, потому что там нужно обязательно в этой дыре бежать. Что мы делаем дальше? Обычно мы забегаем вон туда и решаем 800 миллиардов тысяч загадок. И вот тут, кстати, Лупен, да? Стоит тупит. Но! 200 ICQ уже Шерлок. Мы забегаем вот сюда. Сразу тебе говорю, что да, можно забраться по вот этому зеркалу сразу наверх. Но! Игра построена так, что триггер, который бумажка сверху, там все завязано на бумажках в этой игре, не работает. То есть даже если мы заберемся сейчас туда наверх, мы не сможем взять бумажку. Для этого мы пробегаем вот сюда вот так. Забираем по дороге вот эту коробку. Нам Шерлок говорит, коробка нужна нам по-любому в будущем. Я вижу, как Ванга, то, что нам она понадобится. Какого хрена он узнал это, я не знаю. Забегаем в этот подвал. Спускаемся в него. Там как бы стоит тотем, но не стоит, потому что мы его изначально не поставили. Пока ты не побежал вперед и не побежала вперед, нажимаем на эту штуку. Он такой, ммм, наверное там люк. Я через него только что спустился. Это нам нужно, чтобы забрать вот эти вот детали. Что нам нужно сделать? Вот сюда он не проходит, потому что тут очень низкий потолок. Естественно, человек массивный, тупо шкаф. Он не может прийти в эту дверь. Что мы делаем? Заходим за вигвам. Хренок. И проходим здесь. Он такой, типа, говорит, коллекция, оу, шоу, аутлет и все дела. Дешево, сердито. Берем волынку. После чего берем дротики. Классно. Что мы делаем дальше? Возвращаемся обратно. Тут действуй аккуратно, потому что если ты пройдешь слишком далеко вперед, ты выпадешь нахрен из карты и все, и бан. Потому что тут не работает карта. Тут нельзя вернуться после этого. То есть если упал, то все, пропал. Я пройду с котына, спасибо. Да в чем твоя беда, а? Ты здесь. Здесь все. Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелкин. Берем Стаса. Ставим сюда его. После чего берем Дюшу. Ставим его вот сюда. После чего берем Гену. Ставим его вот сюда. И кто там еще? Турбо. Ставим турбо сюда. Залезаем наверх. Залезть с котына. Залезаем обратно. И вот тут срабатывает триггер, который нам, ну почти что. Одна из вещей, которая нам нужна для этого срабатывания триггера. Можно эту хрень не открывать, просто тупо сквозь ее пройти. Это я что-то случайно нашел. Дальше обязательно подбираем вот это вот говно. Типа мы проходим игру. Типа мы нормальные пацаны. Да? Не 200 ICQ, между прочим. Берем сундук. Ну тут как бы дефолтная штука. Ставим вот это вот все говно. Берем зеркало. Залезаем наверх. Дальше обязательно поворачиваем голову. Смотрим. А там веревка-то есть. Прикол! Возвращаемся обратно. Ставим вот это вот конченное зеркало. Система. Заходим в сумку себе. Нажимаем вот эту хрень и стреляем. Вот тут у нас стоит как раз Шерлок. Неожиданно, да? Не пугайся. Потому что у нас там моделька стоит. Все. Открываем. Залезаем. После чего? Мы здесь. Здесь все снова. Но без дюши, турбы и всех метелкиных. Забираем бумажку. Позвращаемся обратно. Тут говорит какой-то парень. Потому что по сюжету мы не знаем, кто это такой. Забираемся обратно и идем вот сюда. Возможно сюда. Да, типа Ватсон неожиданно один раз догадался, как пройти игру. Но это был единственный момент. И ему не хватило харизмы, чтобы настаивать до конца. Забегаем сюда. Просто вперед, чтобы включилась катсцена. А в это время нам похрен. Идет базар-вокзал. В Биг Бене. Мы заходим сюда. Смотрим. Труп. Прикол. Тригерим его. Шерлок подбегает. Говорит, живой мужик. Усатый. Невероятно. Классный. Что мы делаем? Дальше нажимаем на любую точку в лондонском Тауэре, чтобы исключилась вот эта катсцена. Типа веревка. Принесли, да, но такого не было. Потому что мы не были в Тауэре, да, такого не было. Забегаем вот так сюда. Что мы делаем? Дальше забегаем сюда. Тригерим, чтобы мы смогли зайти в барак после этого. Что нам после этого нужно? Мы заходим в кладовую. Забегаем в нее. Тригерим вот эту катсцену, потому что эту катсцену обойти нельзя. Я как не пытался. Как не старался. Это говно не обходится. Берем воду. И нажимаем на вот этого парня. Просыпаем его с помощью воды. Плюем в него. Все. Он такой говорит. Блин, все, все умерли. Мы говорим ему. Люпен, кодовое слово иллюминатов. Он такой, да, конечно. Дает нам приколы. В чем заключается смысл этой катсцены? Пока не появится в правом верхнем углу ключ у тебя, клуч, ты не сможешь пройти в барак. Я понял. Софтлок, это умное слово, это когда у тебя игра зависает. Пока у тебя в правом верхнем углу не появится ключ, нажмешь на мини-карту, у тебя сломается игра. Я понял, в чем прикол данной игры. Даже у спидранера, который с котына переспидранил меня, у него был вот этот вот софтлок в данном месте. И поэтому я разгадал данную тайну. Мы сразу идем в барак. Заходим сюда. Заходим сюда и проходим игру. Нажимаем на люпена. Все. Игра пройдена. Спидран окончен. Вот тут заканчивается спидран, потому что дальше идет сцена, которая не скипается. Она идет без музыки, потому что она у меня выключена, чтобы у меня не было авторских прав. Почему я решил вот эту вот фишку? Возможно, я добавлю этот фановый спидран с категорией на сайт, потому что тут все равно нужно затрахиваться, чтобы пройти эту игру. Не попасть в софтлок, не выпасть из мест. Да, я понял. Вот так, в общем, проходится данная игра. Я решил, что надо добавить вот эту фановую категорию на сайт, потому что она все равно требует каких-либо затрахов со стороны игрока. Еще нужно использовать особое число высоты шага. Потому что... Сейчас я скажу даже, какое я использую число высоты шага. Чтобы включить вот эту фишку, тебе нужно зайти в файл, который называется GameInnie с помощью блокнота. Там будет строка, которая называется Physics и StepHeight. Я выставил ее на троечку. И почему я выставил ее на троечку? И ниже там еще Character Slope Angle лучше поставить на 90. Потому что в чем смысл этой вот штуки? Насколько я понял, это угол, под которым залетает на какой-либо объект Sherlock. То есть, если у тебя объект стоит под 90 градусов, я не знаю, вот поставлю руку вот так, это 90 градусов. Если у тебя он стоит изначально на 75 градусов, если ты подходишь к этому объекту, то он не сможет на него забраться, потому что этот объект 90 градусов, а ты под 75 можешь только выйти. Поэтому он не залезет на него. Поэтому лучше поставить под 90, он как бы вертикально залетает на все объекты. Почему я поставил тройку в этой настройке? Потому что в миссии, где ты заходишь в подвал Вики, там очень низкий потолок. Если ты поставишь вот эту вот характеристику на выше, чем тройку, даже на 3,5, по-моему, если ты ее уже поставишь, то ты просто застрянешь в потолке. Ты когда будешь бежать, ты там застрянешь и не сможешь пройти. Поэтому тройка это как бы идеальный баланс всего, через который можно проходить. Поэтому там у тебя не получится пробежать эту игру на высокой вероятности высоты шага, чтобы не застрять в каком-либо месте. Надеюсь, я правильно объяснил. Потому что, да, ты можешь поставить ее на 10 и сначально выбежать из хаты, взять вот эти вот бумажки-палки, вернуться обратно через геморройное окно, вверх-вправо-влево зайти. Да, ты можешь сразу пробежать через окно. Но когда у тебя начнется миссия, где у тебя подвал, то ты просто тупо там встрянешь. Тебе придется выходить из игры, менять значение, заходить обратно, а это уже теряние секунд. Поэтому я все равно решил добавить вот эту вот фишку в сам по себе как это говорится, на спидран.ком. Поэтому если тебе захотелось неожиданно поспидранить вот эту вот категорию, то, как говорится, милости просим. Просто в сет, там можно выставить в... Сейчас я в него зайду. Шерлок Холмс Немезис. Ты заходишь вот сюда, и здесь можно выбрать категорию... Вот. Все категории, которые там есть, и там можно выбрать категорию... Где она? Вот. Вот эта категория. Хорош... Ну я хороший конец уберу, потому что там без разницы плохой конец туда добавлять. Итак, короткий ран. Я его уберу. Здесь будет просто гост проценты. Выбираешь вот эту категорию, выбираешь сплиты, которые тебе как... Как тебе нравится, и просто начинаешь спидранить эту игру. Но самое важное, что то, чтобы у тебя в видосе, который ты приложишь на этом сайте, был вид вот... Был виден вот этот вот таймер. Сразу на вот этом вот видосе. И все. И можешь просто веселиться и спидранить эту игру, потому что занимает это 5 минут, и там особых усилий, то, что прям... Вот так. Особых не надо. Поэтому там просто спокойно пробежать вот эту фишку, и все. В этом весь видос. Я надеюсь, я смог сделать это быстро, красиво, модно, молодежно, не затрагивать... Затрагивать это на 500 миллиардов минут. Но посмотрим. Спасибо тебе огромное за просмотр. Люди, которые спонсируют мой канал. Самые прекрасные люди в мире. Хочешь попасть в список этих прекрасных людей? Ссылка на донат в описании. Ставь лайк этому видосу, делись этим видео со своими друзьями, подписывайся на канал, буминцы, ввести уведомления, чтобы не пропускать. Такие прикольные видосы. Ну, действительно, клёво. Неожиданно прикольно. Спасибо за просмотр. Удачи и... Пока. Так. Должно быть... Некоторые обломки покрашены. Несомненно, это... Возвращаемся на Бэйкерс. Какие же секреты скрывают эти серебряные об... Какие же секреты скрывают эти серебряные об... Какие 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 секреты скрывают эти серебряные об... Субтитры сделал DimaTorzok Мистер Холмс? Субтитры сделал DimaTorzok Эта часть индейского... Эта часть индейского... Эта часть индейского... Элементарно. Это может мне... Это может мне пригод... Мне что-то нужно... Я спустился ниже Используя эту систе Открыто Новое сообщение Её величество тем не Ех Возможно сюда Я понял Мой милый Ватсон был Если я ошибся Он живой И кажется нет больше никаких сомнений Смит похоже без сознания Вода Ага Пасрон Я должно быть сделал аж Я не Я не Субтитры сделал DimaTorzok